В мире резко подорожали продукты питания. В США взлетели цены на куриное мясо, в России и Германии на овощи, на Кубе практически на все продукты. По словам экспертов, в первую очередь еда дорожает из-за пандемии. Закрытые границы остановили поток мигрантов, которые занимались обработкой земель. Кроме того, нарушились логистические цепочки, что привело к росту затрат на транспортировку. Все подробности в материале Асима Хасянхаза. По данным продовольственной организации ООН, цены на продукты в мире достигли рекордных показателей за 7 лет. Почти вдвое подорожали куриные крылышки в США. Отмечу, этот продукт пользуется огромной популярностью в Америке. В первую очередь цены выросли из-за нехватки рабочей силы. Границы закрыты, мигранты в страну попасть не могут. На птицефабриках не хватает работников. По словам рестораторов, также подорожало и масло, необходимое для приготовления крылышек. Вот и приходится предпринимателям повышать цены на блюда. Нехватка рабочей силы наблюдается и в ресторанах США. С такой проблемой столкнулись порядка двух третий кафе. Местные жители не готовы работать за предлагаемую заработную плату. Если учесть тот факт, что многие предприятия были закрыты из-за COVID-19 и сейчас открываются, а также то, что безработным до сих пор выплачивают пособия, то многие из них просто не хотят возвращаться на работу, поскольку и так получают хорошие деньги. Цены на продукты питания с пугающей скоростью растут и на Кубе. Это продолжается с начала года, после того, как власти девальвировали ПЭСа. Так, по словам островитян, растительное масло подорожало в четыре раза, а сосиски почти в три раза. Ценники выросли на молоко, мясо, рис и лекарства. При этом, отмечу, одновременно власти повысили зарплаты и пенсии. Однако этого недостаточно, жалуются местные жители. Зарплаты выросли, что хорошо для всех. Но цены тоже выросли, в основном в частном секторе, на продукты питания, которые сейчас трудно достать. Раньше светодиодные лампы стоили 30 ПЭСа. Сейчас их нет в государственных магазинах, а на черном рынке они теперь стоят от 400 до 500 ПЭСа. Овощи по цене заморских фруктов. В России с начала года почти в два раза подорожала морковь. На 70% картофель, на 60% капуста, на 30% лук. Как объяснили эксперты, в основном это связано с сезонными колебаниями спроса на свежие овощи, импортируемые из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому пока в России не поспеет собственный урожай, эта тенденция продолжится. Морковь очень дорогая. Вчера я покупала по 80 рублей килограмм. Помидоры подорожали. Насколько точно не могу сказать, но в итоге ценники есть нечего, но цена существенная. Когда на борщ берешь и морковку, и картошку, и капусту, и лук, явно тарелка борща стала дороже. Пандемия ударила и по кошелькам жителей Германии. Там резко подорожали помидоры на 40%. На одну пятую выросли цены на рап, зерно и цветы. Цены в барах, кондитерских и ресторанах растут в Италии. Помимо продуктов питания, там подорожали бензин, билеты на авиарейсы и поезда. В Европе также выросла цена на газ. Она достигла 13-летнего максимума. А все дело в аномальной погоде. Из-за жары жители Старого Света больше пользуются кондиционерами, а для этого необходимо больше вырабатывать электричество. А у нас у меня на этом все. Передаю слово вам. Спасибо. Обзор Атасим Хазенко за показал, что продукты дорожают не только в Казахстане, но и во всем мире. Спасибо.